Привет, друзья! Хочу два примера интересных сказать, и вы сразу поймёте, как устроена внушаемость человека. Значит, Джуна зашла в зал и сказала, держите руки вот так, и все держали руки вот так, и она стала делать вот так, посылать биополе. И кто-то говорит, ой, я чувствую, я чувствую, кто-то там и на пятом ряду, и на десятом, и там кто-то ещё, я тоже чувствую. А одна девочка упала в уморок, и Джуна потом написала или сказала, я не помню уже, откуда это я знаю, она говорит, я просто не рассчитала выброс своего биополя. На самом деле, что было, на самом деле любой студент мединститута знает, что кто-то падает в уморок, особенно девочки, когда первый раз в анатомичку заходят, от волнения. А потом они сидят в этой анатомичке там, и кожики жуют, адаптировались уже. И вот второй пример. Значит, профессор выходит к студентам, держит две пробирки в руке и говорит, в одном бензин, а в другом, говорит, керосин. И вот говорит, я сейчас, когда открою пробочку, кто первый почувствует, проверяем ваше обоняние. Ну, и значит, открывает, и там первый, второй, и там на пятом ряду, и на двадцатом ряду тоже поднимает руки. Потом открывает второе, и тоже там первый, второй, третий, смотрит, потом сразу двадцать человек подняли руки. А потом он говорит, друзья, чтобы вы знали, в обеих пробирках чистая вода. И вот теперь вы вспомните, пожалуйста, это уже совсем другой пример. Но то же самое делал Чумак по телевизору. Заряжал нам кремы, воду и все прочее, и многие выздоравливали. Вот как работает наше восприятие. Мы сами себе гипнотизеры. Мы сами себе внушаем. Да, мы сами себе внушаем. Да, это очень интересно. Владимир Левеев писал книжки, по-моему, «Высповедь гипнотизера». Он писал, что девушка к нему зашла в кабинет, когда он сидел, работал. Он повернулся, и она немела. Он ей говорит, что это с тобой? А она говорит, а вы разве меня не гипнотизировали? Нет. Вот, понимаете, то есть это мы сами себя очень часто приводим в определенное внушаемое состояние. Особенно это бывает при нашем отношении к чему-либо, как значимому для нас эмоционально. Да. Был такой случай у меня в жизни, когда ко мне в лабораторию, я еще в Абовянии, в Армении работал. Приехал парень, который очень интересовался эдиомоторикой, потому что я там, в газетах там было, про меня писали, он приехал. И у него, когда руки пошли, вот левитация, да, вот наш прием эдиомоторный, рука пошла, и он говорит, да, говорит, такое биополе у вас сильное. А я ему сказал, да нет, это не биополе у меня сильное. Это я тебе дал представить себе, что рука идет, и в ответ на образ рефлекс включился двигательный. Я ему перестроил картинку восприятия вещей. И потом он пытался делать, пытался делать, и не получалось уже. А когда он верил, что это биополе, у него сразу рука всплывала. Вот и интересно, правда же? От отношений зависит. Наше эмоциональное отношение к той или иной ситуации, если мы внутри себя бессознательно к этому относимся, как к нечто значительному для нас, важному. То есть наше отношение как раз-таки повышает нашу внушаемость. Поэтому есть люди, которые говорят, а я вообще гипнозу не поддаюсь. А еще тем более он говорит обычно, что да, вот когда-то я был где-то там на эстраде, или там кто-то нас на лекции пытался гипнотизировать, какой-то психотерапевт. А у меня ничего не вышло, несмотря на то, что я старался. Он даже меня вывел из зала, сказал, не мешайте нам. И он мне это все рассказывает. Я ему в этот момент говорю, давай проверим твою внушаемость. Он говорит, ну давай, проверьте. Я говорю, встань, пожалуйста. Он встал. Я говорю, пожалуйста, расслабься, как ты можешь. Сам. И он так начинает закрывать глаза, пытается расслабиться. И в этот момент я вижу, что у него веки дрожат. Напряженные. Я ему говорю, а вы знаете, почему дрожат? А повторяемые действия снимают напряжение при переходе из одного состояния в другое. В сон, например, или когда он просыпает. Если ли в гипноз, когда переходит. У вас веки дрожат. А я ему сказал. А ну-ка, давай поморгай, 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 поморгай. Быстро, 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 еще трепет, трепет, трепет век, пусть веки в трепетании. Он так поделал полминутки. И потом его так повело, так повело. Он говорит, что вы со мной делаете? Я говорю, ничего не делаю. Просто я усилил. Ту реакцию, которая у тебя сама возникала в момент напряжения. И через то, что я ее усилил своими словами. Образовался рапорт такой. То есть вот эта вот управляемая связь между моими словами и твоим состоянием. Это действительно же было. Я просто усилил. Я просто действия, которые я наблюдал, констатировал. Через это усилил. И потом он ко мне с таким почтением относился. Он говорит, а я думал, меня загипнотизировать невозможно. Да, вы, говорит, такой специалист. Я говорю, да нет, это же простые вещи. Это простые вещи, да. Очень простые. Я в следующий раз вам еще кое-что расскажу. А насчет погоды я вам скажу. Она уже улучшается. И, между прочим, там я ссылку сделаю. Вы посмотрите, это мне дали ссылку на сайт, который в реальном масштабе времени всегда вам покажет, где бы вы ни находились, в каком бы городе ни были, но там по Москве и вокруг там. Нажимаете там, ну, увидите. Я вам сейчас ссылку пришлю. До встречи, друзья.